Американская валюта в обменниках сегодня продавалась выше 530 тенге. Поднимется ли доллар до 600 и какие меры принимает правительство, рассказали сегодня министры национальной экономики. Байбазаров пояснил, что для нормализации курсов в настоящее время принимается ряд мер. От продажи валюты на внутреннем рынке до переговора с квази-госсектором по поводу продажи валютной выручки на внутренний рынок. Вместе с тем будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения, заверил он. Есть определенные инструменты хиджирования такого вида рисков, и они срабатывают. То есть компании, банки уже знают, как себя страховать в таких случаях, когда идет реализация проектов. Что касается граждан, то, как я сказал, государство обеспечивает социальную защиту граждан. Я озвучил цифры. Бюджет на следующие годы также проиндексирован, увеличены социальные расходы. Что касается, ну, это, наверное, выбор каждого гражданина, покупать или не покупать валюту. Но в данном случае, я думаю, не стоит поддаваться ажиотажу. Мы такой случай уже проходили в 2022 году. Когда люди в будущем случаются, а вторичные рынки покупать. Министр национальной экономики заверил, что дефолта не ожидается. При этом в Кабмине не планируют сразу корректировать республиканский бюджет из-за ослабления тенге. По словам Байбазарова, бюджет заложен из курса 470 тенге за доллар. Основанием для этого служат прогнозы по ценам на нефть, которые могут оставаться в диапазоне 75 долларов. Есть также расчеты на 500 тенге. Но к прогнозу на 600 тенге ведомство не готово. Отметим, что за две последние недели ноября Национальный банк проводил валютные интервенции и продал более 1 миллиарда долларов для стабилизации ситуации на валютном рынке. Во-первых, никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квази-госсектора, ни банкового сектора, если это касается финансовых вопросов в целом, вопросов привлечения инвестиций, возврата инвестиций и так далее. Финансовое состояние в целом стабильное, резервы у государства есть, поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте.